Дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, приветствую вас всех у себя на канале. И сегодня у меня видео хочу пересмотреть. Вот две свои уценочки. Видео будет про вот эти вот уценочки, которые я покупала. В общем, уцененные и вот пересаживала. И вот я смотрю, что никакого сдвига у них там нет. И корни, вот такие вот корни. И я хочу достать и посмотреть, что с ними там происходит. Может быть эти уценочки тоже надо будет поставить на доращивание корней. И так будем постепенно одну за другой вынимать и смотреть. Ну что, начнем вот с этой вот. Видите, уценка. 2020 год, ноябрь. Ну вот посмотрим, что там, почему они не растут. И хотя поливаются они у меня так, как и все мои растения. Вот, ну не знаю, видимо, что-то с ними не так. И надо посмотреть. Может быть, придется пересадить чуть меньше горшочек. Вы знаете, у меня раньше никогда не было проблем, когда я сажала орхидеки вот в такие большие горшки. А последнее время, ну прямо, не знаю, как посадишь в большой горшок, так вечно с ними что-то происходит. Ну вот, я уже вижу, что там происходит с корнями. Смотрите, все корни. Видите? Ну вот, как она будет, что-то с ней будет происходить, если там вообще корней нет. Можно так сказать. Вот, не знаю, что происходит с этими орхидеями. Почему раньше у меня такого не было, как вот эти вот последние, последнее время, ну просто, просто невыносимо. Почему вот так вот происходит? Покупала, когда пересаживала, были нормальные у нее корни. Смотрите, что происходит, смотрите. Вот это все надо срезать. Ну, видите? Смотрите, целый кусок. Вот так вот все сухие корешки срезаю. Вот, смотрите. Вот это вот все, что останется у нее. Сейчас почищу ей шею. Наверное, надо будет замочить ее в растворе. Вот этот корешок надо удалить. Маленький. Один и второй. Удалю. Так, я что-то опять ничего не приготовила. Получается. Сейчас пойду смотреть в аптечку, что мне нужно взять, чтобы посмотреть. Так, надо взять пинцет, удалять все вот эти вот ненужные тут чешуйки. Вот этот вот тоже нужно удалить. Вроде бы он и зелененький корешок, но он вот здесь вот гнилой. Видите, вот гнилой. Если я его оставлю, значит, и посажу, значит, он будет дальше гнить. Понимаете, друзья? А мне этого не хочется. И надо идти искать маленькие горшочки, вот, чтобы посадить ее в маленький горшочек. Только не знаю, что делать с этим цветоносом. Как бы и обрезать не хочется. Так, ладно, пока я ее в сторонку откладываю. Давайте посмотрим, что с этой орхидеей. Тоже вот уценка 2020 год, ноябрь. То же самое, смотрите, происходит с моими орхидеями. Хотя здесь вот, 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 видите, растет новый корешочек. Вот этот вот, вот, раскукленный зеленый корешочек. Сейчас поудуляю все эти корни плохие. И опять же поставлю тоже, получается, еще две орхидеи будут на доращивание корней. Надо замазать, будет ей шея вот эту вот, то, что кусочек отрезала. Видите, что происходит? То же самое. Может быть, это все-таки из-за того, что я их сразу изначально сажу большие горшки. И мне хватает все-таки питания. В общем, вот так вот, друзья. Сейчас пойду возьму пинцет. Перекись. И будем с вами дальше заниматься. Итак, друзья, я все приготовила. В этот раз буду смазывать орхидейки вот фундазолом. Сейчас я немножечко его разбавлю. Все приготовлено, а воду забыла. Ну, вот, как всегда. Вот совсем чуть-чуть. Ладно, отложу пока в сторонку. Сейчас посмотрю, что там с орхидейками. Принесла пинцет. Вот, и попробую. Вот этот лист, он тоже вот просится прямо, видите, чтобы его сняли. Вот этот нижний лист. Вот видите, какой он. Сниму еще и этот лист. Там вон, видите, лез корешок. И он из-за листика вот закуклился. Не мог, видимо, пробить листочек. Видите, что там происходит. Надо вот это вот сейчас все запшикаю. Сначала перекисел. А потом замажу еще этим фунгицидом. Какая-то белая вот эта вот. Это, наверное, последствия вот этого мощнистого червеца. Видимо, все-таки ни на одной орхидейке, ни на одной орхидейке был этот мощнистый червец. А еще и здесь. Вот еще вот этот вот корешок, наверное, тоже надо обрезать. Он плохой, потому что последствия тоже, наверное, будет гнить. А жалко обрезать. Надо хоть немножечко оставить и корешков. Сейчас-то я постараюсь почистить, посмотреть, что здесь происходит. Вроде черноты нет. Такое, чтобы, знаете, зелененькое все. Вот этот корень я таки срежу. И вот этот вот срежу. Вот так под самые. И вот этот срежу. Все, сейчас перекисю запшикаю. И поставлю ее подсохнуть. А потом помажу. Вот оставляю. И эту посмотрю, что здесь с этой. Наверное, вот этот лист тоже надо будет удалить. В общем, это моя, наверное, первая и последняя покупка рейнимашек. Ну, уценок я имею в виду. Потому что мало того, что они были заражены этим мучнистым червецом, так они еще, видите, сколько проблем с ними потом еще. Так эта палочка явно мне мешается. И там внутри, вон, смотрите, последствия этого. Вон, где же жил этот мучнистый червец-подлец. Видите? Так, я не взяла ничего, чтобы повытирать пинцет. Ну, это вроде бы неплохая. Даже вон у нее там корешок вроде бы как раскоплился. Так, тоже запшикиваю и оставлю подсыхать. Ничего не взяла повытирать. Вот, когда спешишь, людей смешишь. Так, ладно, друзья, оставляю. Ну, для этого, наверное, точно пару часов, чтобы они подсохли. Вот так вот они у меня будут стоять. Вот, смотрите, вот они будут так стоять. Здесь я уже приготовила маленькие такие вот горшочки. Насыпала в них кору. И положила немножечко мха. И потом я разведу этот фунгицид немножечко с водичкой. Сделаю такую кашицу-кашицу. Вот здесь вот кисточкой смажу. И посажу в эти горшочки. Так, встречаемся через несколько часов. Итак, друзья мои, мои орхидеки подсохли. Сейчас я их вот чуть-чуть замажу вот этим средством. И опять поставлю подсыхать. А потом только буду сажать. Ну, вернее, пару посадить. И надо будет еще обязательно листочки протереть. А то у меня после октары, в общем-то, в таком состоянии неприглядном. Вот так вот я его замазываю. Если там какая-то бяка есть, то это предохранит. Вот эта белая штучка, фунгицид этот, не сушит корни, так как сушит корни этот Максим. Потому что как-то я мазала Максимом, а потом все корни. И он еще почему-то у нас продают такой Максим, который такой жидкий. И он сильно течет. И потом получается, что все корни от него сухие были. Этот не так сушит. Вот так вот, видите, я замазала. И опять ставлю вот это вот. Все это дело подсохнет. И потом уже буду сажать. А сейчас еще ко мне в гости придет внук. Ну, думаю, что я не успею до того посадить. И придется здесь закрывать балкон. А то может навести порядки. Вот так вот. Замазываю. Особенно там, где я срезала. Чтобы не попала ни какая-то туда бяка-кака. Вы видели, у меня феррара, моя орхидейка, которая стоит на наращивании корней, на реанимации. Она тоже замазана вот этим средством. Вот. И очень хорошо она там наращивает корешки. Думаю, думаю, это тоже будет отлично. Хотя я недавно тоже купила Максим. Ну, что-то я побаиваюсь им мазать. Тут и так корней нет. Если еще посушит, еще и эти корни, то вообще. Вот так вот, друзья. Надеюсь, все будет хорошо с ней. Она подсохнет. И потом я ее посажу. Все. Вот так вот. Оставляю здесь стоять. Пока не просушится. Итак, друзья. Мои орхидейки подсохли. И сейчас я их, в общем, буду садить в этот грунт и смотреть, как они будут дальше расти. Будем с вами наблюдать листочки. Единственное, что я не успела, это подлить листочки. Вернее, не подлить, а повытирать. Что я вообще заговариваться стала. Как бы мне вот плохо видно уже. Здесь, наверное, вот этот еще надо отрезать. Что вот здесь, вот, о, плохой. Сейчас вот буду сажать, закидывать. Корой буду закидывать. Такой вот крупный корой, потому что мелкой у меня нет коры. Значит, будет крупная. Что поделать. Так, немножко керамзита. Буду выбирать такую кору, не сильно крупную. Так, надеюсь, моя орхидейка оклемается, оживет и будет наращивать такие корешки. И чтобы на следующий год не буйно цвела. Так, сверху я потом немножечко доложу еще мха. Сейчас вот так вот позакидываю сюда, повыбираю такой вот коры. Вот так. И вот эти вот верхушечки, чтобы сохранялась влага, закроем мху. У меня тут немножечко есть. Знаете, что я не взяла? Я не взяла палочку, чтобы немножечко пропихивать этот мох. Придется, чтобы уже не бегать, вот так вот. Там я еще серединку добавила, немножко мха. Сегодня постоит так, а завтра подольем. Завтра подолью и налью немножечко в кашпо воды на дно, чтобы корешки чувствовывали влагу и, в общем, тянулись к влаге. Вот так вот все выглядит дело. Вот, видите, вот так вот чуть-чуть. Так, ставлю вот в это кашпо. Немножечко поднимутся листочки. Вот так вот будут поддерживать листочки. Сейчас я их еще вторую посажу и потом возьму спонжик и повытираю листочки. Одна крупная кора. Вот одна крупная кора. Здесь надо еще посмотреть немножко. Такое вот есть. Эта орхидейка немножко как бы еще и лежала на боку. Поэтому сейчас ее очень тяжело поставить ровненько, чтобы она стояла. Видите, она все время ложится, ложится. Так, не хватило мне мха. Надо еще взять немножко мха. Закрыть еще по кругу немножко. Пошла за мхом. Все, друзья, я закончила. Видите, обложила вокруг немножко мха. Вот здесь вот такое вот свободное место возле шеи. А с этой стороны, чтобы она не лежала, подставила ей вон пробку. И, в общем-то, эту пробку еще под пробку поставила кору, чтобы кора не касалась этой орхидейки. И еще я ей срезала цветонос, потому что очень высокий цветонос. Вот, и сейчас я вот поставлю в это кашпо. Вот так вот поставлю. И до завтра вот она постоит. А завтра... Ой-ой-ой-ой, неудобно. Вот так все. Завтра залью немножечко водичкой. Вот осталось только протереть листики. На этом, друзья, я заканчиваю свое видео, потому что получилось очень-очень длинное. Вот, а я смотрю, что средний просмотр очень маленький. Поэтому не хочется сильно вас утомлять длинным видео. Хочется, чтобы вы видео посмотрели от начала и до конца. Вот, ну, наверное, не получается у вас просмотреть видео. Или просто не все хотят. Может быть, кому-то неинтересно. Ну, а если вам понравилось мое видео, можете поддержать. Поставить лайк, написать комментарий. Вот, поделитесь видео, если вам мое видео интересно. Вот, друзья, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Дальше будем заниматься, опять же, орхидейками и комнатными растениями. Все, друзья, всем пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok